всем привет на канале буран гараж 35 это будет очередной боже привезли еще одного бурана один стоит там это у которого хрустелая коробка другой стоит здесь это у которого к не кончился мотор и лопнула коробка корпус коробки а этот снегоход получается у нас на его вот двигатель который я собирал в прошлом блогике и его привезли собрать до кучи то есть он покрашен покрашен и надо сюда воткнуть подвеску ну и собрать сделать всю проводку поставить все полностью доделать вот хозяин сам пока тут нам некогда было начал собирать собрал коробочку но пришлось коробочку разобрать почему первое на что обратили внимание был люфт вот здесь на 104 сейчас же люфта нету люфт у нас кто будет делать то есть да у кого вот например вы дергаете вот так завал у вас вал люфтит 104 получается подкладывается вот сюда под подшипник подкладывается регулировочные колечки там может быть одно кольцо миллиметрового там или два миллиметрового кольца здесь он здесь положено два кольца и у вала есть такой ну на руку ощущаются примерно около на руку скажу примерно около десятки до около десятки может несколько десяток есть вот второе потом как бы был одет тормозной диск тут на этой коробке у нас два тормоза один вот здесь стоит тормоз это тормоз считается нового образца вот тормоз старого образца но тут полумуфтый кусок потому что на этом на этом снякоходе стоит вариатор от россии от россии стоит вариаторы поэтому полу муфта проточено то же самое протачивается полумуфта когда ставишь ведомый вариатор от тайги вот и не было сальника на валу заднего хода то есть вот здесь был просто закрытый подшипник а сальника не было должен стоять сальник то есть чик и сами должен вот поэтому пришлось скрыть пришлось скрыть вот работы по нему много сейчас приедет приедет сережка воткнем поможет воткнуть гусеницы то есть поставим гусянки соберем подвеску тут все абсолютно новая то есть хозяин не заморачиваться вся подвеска новая вот лежит потом крепление руля полностью целая коробка и все новое запчасти все новое запчасти то есть гусянки у его новая практически механизмы натяжения гусениц валы для все новое то есть человек так скажем подготовился подошел конкретно это я не знаю какой год на шильдике посмотрим примерно все закрашено один номер оставшись не посмотрели на шильдике но я думаю что так на коробке у нас коробки тоже не пробить на моторе мотор другой стороны стоит не хочу думать что 80 примерно 80 какой-нибудь год и снегоход открашен от пескостроен был то есть он возил от пескостроенный покрашен покрашен раптором такого мне понравилось как покраска держится то есть покрашен шагренью вот такая шагрень у раптора то есть отлично отлично даже капот ему выкрасили но капот они нету здесь как бы я когда беру снегоходы на ремонт обычно прошу чтобы этот капот капот забрали обратно с собой потому что ну некуда их складировать уже будет из вот так вот сейчас бы сейчас стоит три снегохода там буран тут буран и тут буран да и плюс я фикси и плюс еще вот здесь половинка бурана поэтому если так вот 4 капота да куда их девать ну наверх снести можно наверху тоже там бардак маленько все завален вот и самое главное появился новый свет не до конца конечно что получатся у нас вот здесь лампа появилась новая один прожектор остался пока тут там лампа нового мы соответственно так из свет получился виде с таким с небольшим рисунком в виде не знаю даже как это называть икса посередине то есть потому что лампы метр но они не входят промеж балок да у меня балки сделаны промеж балок не входят где-то около четырех сантиметров корпуса резать неохота было ну и поставили так немножко немножко с такой же затеей но и вроде нормально получилось соответственно не хватает лампы это не иллюминесцентная это светодиодки ну я уже в каком-то бложике показывал то есть вот лампа ну корпус лампа да вот и получаться у его здесь вот приходит один белый провод это например возьмем это будет фаза сделаны перемычкой в каждую то есть на каждый пин с другой стороны приходит 0 и то же самое перемычки все и лампа просто вставлена светодиодная лампа на мой взгляд это гораздо практичнее и выходит дешевле корпуса я урвал по 200 рублей 8 корпусов больше не было к сожалению было бы 8 было бы больше взял бы больше по 200 рублей корпуса и каждая лампа фирмы союз стоит 200 рублей то есть фонарь обходится 600 рублей главное его плюс это то что сгорела одна лампочка да то есть вот в этом примеру в этом фонаре у нас стоит всего но не видно ну фонаре стоит 2 лампы до сгорела одна лампочка берешь меня аж одну лампочку за 200 рублей а к примеру вот этот светильник у нас в магазине он стоит 1250 вот они сгоревшие стоят у меня было 6 штук и 6 из 6 штук сгорело 4 то есть если не знаю чего не сгорает но наверно драйвер сгора скорее всего драйвер сгора ты все потому что сами ленты вроде бы как светятся но но не знаю работает они не работают вот сгорел и меняешь весь фонарь и так ребятки продолжаем снегоход как стоял так и стоит начали собирать начали собирать и не оказалось думал что у меня есть по наличию но не оказалось сальников на приводные волны то есть снова вы ну на ведущий волны то есть знаете на коробку думал в коробке есть и в прошлый раз заказывал себе как бы на склад пополнял запчасти заказал и придурок заказал не те сальники вот а вот эти и артишные не хочу ставить потому что они то есть это клиент сам привез типа вот у меня есть снова сальники но эти сальники они вот как этот не хочу таки оставить поэтому сделаем дождемся сейчас еще одна посылка придет привезу транспортной компании там тоже немножко себе пополнить на склад заказал запчастей вот поэтому пусть постоит два дня там привезут и будем собирать а сегодня у нас будет парни раз коробкин к одну посылочку я уже открыл раз коробкин и пришла посылочка давно хотел купить себе то есть на камеру если кто-то замечал да ну кто уже есть если из подписчиков есть подписанная на меня блогеры да то они видели что я снимаю но они замечали что я снимаю на на фокусе то есть у меня основная камера это canon canon 650d то есть дисплеем переворотным в принципе камера неплохая но у ее был штатный объектив я сейчас покажу штатный объектив это 1855 1855 и он был так включаем камеру включаем камеру да и если пришло прислушаться видите как долго фокусировать и он он еще не сфокусировался то есть ничего не видно вот сейчас только сфокусировался то есть фокус на этом объективе очень плохо работают но он плохо работать потому что уже я пользуюсь камерой 3 по моему третий год третий или четвертый год и пользуюсь постоянно камеры в гараже ну а гараж парня такая штука что где-то снимали и болгарку как режешь болгаркой то есть тут несколько точек от болгарки есть прилипших и и самый главный минус этого объектива что он шумный то есть его даже если вот так двигаешь то слышно что там шаговый двигатель выпал на авито просто сокровище ну стоит дорого конечно выпал на авито уже тоже объектив штатный 1855 но у его у его стм двигатель то есть он бесшумный то есть у него фокусировка бесшумно сейчас поставлю на камеру и покажу ну парни у блогеров свои причуды но это все для вас для качества видео чтобы ну и самому конечно чтобы удобнее было но и для качества видео и этот объектив если прислушаться то есть сделан фокус сделаем фокус и то есть объектив входит объектив входит а вот так покажем видите то есть хоп хоп он сфокусировался сфокусировался четко быстро и получается бесшумно то есть он бесшумный у его уже стоит другой немножко двигатель и он работает бесшумно это будет овощи офигенно сейчас можно будет снимать на автофокусе и в режиме слежения то есть постоянно будет картинка фокусе раньше это все зависело от моего оператора вот сережки как сережка снимает фокус так он и будет и вместе с объективом я покупал его с рук то есть это объектив от новых камер canon 6 canon 100 d и canon по моему 70d то есть они уже более профессионально ли камера и он идет этот объектив штатный к тому но я купил у человека по моему с ростова-на-дону зовут александр ему спасибо если будет смотреть им сказал у меня канал если вот и он не в подарок подарил бленду еще бленда конечно она не оригинальная она заказана с китая но как бы сидит плотник сидит плотненько все четенько это просто офигенный офигенная покупка стоит свои денег сейчас еще то есть это у нас первое для видеосъемки ну раз уж начал то есть даже сама показывать ништяки которые прикупил себе то уже показать все и купил себе радио микрофон то есть систему система китайская боя но в принципе по отзыву и я уже ее протестировал в принципе работает нормально то есть в пределах гаража это будет идеально думаю что почему я раньше пользовался тоже замечали то есть петличкой но петличка у меня была проводная и из-за чего я захотел именно такую эта система дает тебе свободу то есть свободу перемещения с радио с этим когда у тебя проводной микрофон ты никуда ты то есть ограничен у меня было за всю практику моей видеосъемки я много видео как бы не снял да то есть но у меня уже есть за такую практику было что я этой петличкой то есть она у меня находится на мне что-то делаешь что-то снимаешь резко развернулся дернул провод провод соответственно привязан камере камер бах и камера полетела и этот фотоаппарат у меня но раза три падал то есть у меня сейчас на фотике я покажу не знаю вот получится показать не получится то есть вот видно что картинка и новыми картинка если вот переворачивать экран вот видите как бы она перевернулась кверху ногами и он будет вот такого битя то есть ну трогаешь сюда если переворачивать ее кверху ногами но это уже это вот от падения камера то есть пару раз камера упала и уже то ли шлейф повредился здесь в этом месте не знаю чем ремонт не сдавал пока работа от пусть работа записываю ролик по сборке мотора динго я просто господи как будто забыл время видите да сколько времени 3 часа ночи 3 часа ночи андрюша пишет видео не могу записать начала вот хоть ты трясни не могу и все то есть блин сбиваясь смысле постоянно не могу сделать начало записать срана начала и ну ладно сейчас это запишем головка на вроде малюсенькая головка вот эти два клапана просто и меня изнасиловали сегодня я их два с половиной часа притирал в получаться впускной клапан выпускной клапан притер очень быстро то есть буквально один раз тернул все перестал пропускать впускной же клапан просто вынес мозг на 1 1 1 20 я точно его рассухаривал то есть но рассухариваться тут очень просто да кто будет делать там например не тут не как например на машинах не на ничего колотить просто берем головку но это 14 ловко вот с этим и все и вот так вот нажимаем то есть подкладываем сначала тряпочку вот так вот дело тряпочку подкладываем ставим сюда упираем вот так в стенку стенку и вот так вот раз соответственно нажимаем тут все легко нажимается и клапан рассухариваться засухариваться точно так же одной рукой одной рукой как бы нажимаешь но я делал как почему-то у меня вот только такая рассухарка у я нету части части которая зацепляется за болтик да у меня только вот этот конец я и нажимал просто вот этим концом давил так вот и все то есть достаточно все маленькая можно просто-напросто то есть клапана давятся тут вот так вот просто берешь пальцами он продавливать то есть никакого усилия большого нету то есть все легко все легко делается ну просто он вынес мне мозг этот это башка я в свое время ездил на у меня была двенашка 16 клапана да это наверное 1 5 загибал купона на ней перетирал у меня быстрее получалось перетирать 16 клапанов на той башке чем были два клапана здесь притереть два с половиной часа ушло на один грубо говоря на два клапана до два с половиной часа потому что я начал сейчас время 3 буквально полчаса к там начала по записывал видео а начал и в 12 ночи вот с сережкой сережкой мы делали башку 16 клапана то есть разбирали мотор собираю перетирали клапана потому что там их загибала был мотор 1 5 16 клапан и перетирали копы на и собирали все обратно мы начинали то же самое где-то примерно в 12 в час ночи в 6 утра мы уже выезжали на машине ну то есть там шесть часов уходила но там мотор соответственно гораздо больше как то вот так все постараюсь запилить видосик сначала будет бложек вот этот потом выйдет видео моторчик мы собрали деньга полностью все собранные вариаторы все и карбюратор поставил на место осталось его инсталлировать в раму но первое что у нас отвалилась крепление здесь должно крепление стоит вот так это у нас масляный радиатор отвалилась на то ладно ничего страшного рама вот тут варена с этой стороны вареные с этой стороны варена с этой стороны варена с этой стороны с одной уже из сторон уже сварка лопнула лопнула сварка надо будет сюда я думаю что сделать такие косыночки то есть усилить вот это место вот и перевернул раму почему она так стоит али первых ногами рама стоит перевернул раму и здесь у нас все отвалилось то есть центральная часть отвалилась и вот эта трубка она полностью не держится она здесь должна быть приварена она все отвалилась поэтому надо вот это место очень а здесь у нас крепится получается на это место у нас крепится лыжи то есть передняя часть передняя часть dinga то есть здесь у нас был крепления и вот здесь ухо крепления и вот здесь ухо крепления эти уши надо тоже проварить потому что ни фига толком не держится вот сейчас вычиню это дело и надо втыкать сюда мотор мотор и наконец-то уже отдать его вот как-то вот так устал не могу время 12 12 дня а соответственно я здесь 12 ночи почти 12 часов я тут тусуюсь уже устал не могу надо думаю сейчас варить не буду поеду до дома поеду до дома не надо отправить стоят съемники съемников подправлять и и и еще там две посылки отправить на вот так что парни на этом наверно будет все будем заканчивать этот божик подписывайтесь на канал подписывайтесь на нашу группу вконтакте также подписывайтесь на инстаграм все парни катайтесь не ломайтесь